Не секрет, что от развития малого и среднего бизнеса зависит многое. Это и новые рабочие места, и поступления в бюджет, да и вообще развитие всех технологий, в том числе и высоких, толкают не гиганты, а небольшие предприятия. С какими итогами малый и средний бизнес Ленинградской области заканчивает 2019 год и что ждут предприниматели? Обсудим через несколько минут после небольшого сюжета. За год в Ленинградской области стало на 4200 предприятий больше. И они дают работу почти 200 тысячам жителей. С такими итогами деловые люди региона встретили свой праздник. Уверен, что все будет отлично. Надо только не опускать руку, надо работать, надо вперед. Ленинградская область лучшая. Мы должны больше трудиться, более скромно и очень внимательно относиться к принципам, к затратам. Больше внимания уделять специалистам поиску дополнительных новых специалистов, более универсальных. У всех разные сферы интересов. От торговли с троематериалами и переработки отходов до судостроения. Если одних больше беспокоит покупательная способность россиян, то других – свобода международной торговли. В России сейчас проще работать, чем за границей, потому что стоимость продукции, она актуальна, то есть можно заработать. Но при этом у них, конечно, доступ к технологиям. То есть у нас санкции немного играют роль, потому что не все европейские компании готовы подставлять продукцию для силовых структур. В этом году предпринимателям области начали помогать с выходом на внешние рынки. Заработал Центр поддержки экспорта. И уже первые результаты удивили многих. Я сам с коллегами так немножко посмеивался. Ну какой значит там экспорт у малого бизнеса? И вдруг раз, раз, раз в сделке очень хорошо выстрелил Узбекистан на удивление. Немножко я тоже скептически смотрел, например, на бизнес-миссию в Германию. Но по итогам бизнес-акселерации экспортной, именно связанной с экспортом, начали появляться и живые контракты, и потенциальные контракты с Германией. Региональный бюджет будет компенсировать предпринимателям не менее половины их затрат. Эта программа сейчас разрабатывается, а конкретные адреса определят муниципалитеты. Виталий Зуев, Константин Веревкин, Алексей Бюров, ЛЕН-ТВ, 24, Приозерский район. Говорит и показывает Ленинградская область. И я приветствую в предновогодней студии один председателя комитета по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлану Нерушаев. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Светлана Ивановна, первый вопрос. Большое внимание вы уделяете тому, чтобы предпринимателям было легче работать. Получаете какой-то отклик от них? И как реализация программы по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности сказывается на их работе? Алексей, программа поддержки малого и среднего бизнеса одна из основных в Ленинградской области, потому что является элементом национального проекта. Первый год реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса – это как раз 2019 год. В программе четко зафиксированы средства. И надо отдать должное, что 2019 год рекордный. Почти миллиард рублей по программе именно малого и среднего бизнеса, не считая других направлений, по АПК, по промышленности, направлен именно для субъектов малого бизнеса. И в программе четко прописан тот эффект, который мы должны достигнуть после использования этих средств. И вот как раз сейчас мы, формируя отчетные данные, потому что программа государственная имеет статус региональный, мы должны отчитаться об эффективности использования бюджетных средств. Вот как раз сейчас подводим итоги. И самым приятным, самым таким вот результатом является то, что малого бизнеса в Ленинградской области опять стало больше. На 4 тысячи хозяйствующих субъектов, больше 63 тысяч, вот такая цифра, если посчитать всех предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, ООО, акционерное общество, то это 60 тысяч. Понятно, что это очевидно, деятельность предпринимательства, она рискованная, и процесс идет параллельно и закрываются, и открываются. Но вот уже в течение трех лет такая положительная тенденция. Вот применительно к 2019 году создано было 12 тысяч предпринимателей, а прекратили свою деятельность вот только 8, поэтому плюс 4 тысячи. Ну и такой тоже очень важный критерий, особенно в последнее время на это обращают внимание, это численность занятых у субъектов малого и среднего бизнеса. Очевидно, почему такое внимание, это потому что, ну, прежде всего, белые зарплаты формируют возможность потом пенсионного обеспечения и вообще всех социальных выплат медстраха, соцстраха, так вот тоже увеличивается количество работающих у субъектов малого бизнеса, и это почти 200 тысяч. А, ну, к примеру просто, если взять 10 лет назад, какие цифры были? 10 лет назад совершенно другое, гораздо меньшее количество и предпринимателей, и работающих. Я боюсь ошибиться, но я думаю, что это не более 40 тысяч. Я вернусь, посмотрю, ну, вот по моим оценным, по таким экспертным данным, вот практически в полтора раза увеличилось количество бизнеса. Хочется обратить внимание, что вот налоги, которые тоже положительный эффект дают, растут за последние 5 лет, увеличивается и поступление налогов от бизнеса. Но позиция губернатора Ленинградской области, экономической службы нашей, мы поддерживаем бизнес малый, не из-за налогов, а именно потому, что для создания рабочих мест, для роста заработной платы, ну и самое главное, для создания комфортной среды для жителей Ленинградской области, потому что в основном малый бизнес, это все-таки вот торговля, услуги, мелкое производство, вот. Вот, поэтому по итогам, если говорить об итогах 2019 года, вот хорошо, что увеличивается и предприятие малого бизнеса, которые создают комфортную среду для проживания жителей. А правильно ли я понимаю, что санкции, конечно, очень плохо влияют на страну в целом, но дают некий толчок малому бизнесу? Да, и в подтверждении этого, вашего тезиса, можно еще сказать о том, что увеличился оборот, выпуск продукции малого и среднего бизнеса, и в 2018 году, и в 2018 году, это почти 700 миллиардов рублей. То есть те ниши, которые освободились, если можно такой термин использовать, да, то есть та продукция, которая раньше поступала в виде импортной продукции, да, и теперь ее ограниченный ввоз, малый бизнес начинает производить. Ну, то есть не благодаря, а вопреки, мы стали вынуждены производить. Да, да, совершенно верно, потому что появилась возможность сбыта в сравнении с раньше поставщиками. Но кроме таких статистических данных о общих таких показателях малого бизнеса, можно говорить об итогах и о конкретных мероприятиях, которые вот проведены на территории Ленинградской области, как раз в рамках национального проекта. Если вы, Алексей, позволите, я скажу об этом. Такое серьезное, ощутимое, что можно потрогать и услугами, которыми можно воспользоваться, мы открыли центр «Мой бизнес». Это площадка, на которой собраны, сконцентрированы все-все меры поддержки, все услуги, которые в Ленинградской области есть для малого бизнеса. Находится, значит, данный центр «Мой бизнес» на «Энергетика в дом 3А», бизнес-центр «Лада». Мы специально выбирали удобную, казалось бы, значит, центр поддержки предпринимательства для Ленинградской области, а реально находится в Санкт-Петербурге. Но логистика все равно нас заставила, что удобнее добираться, конечно, жителям бизнеса Ленинградской области в Санкт-Петербург. Так вот, на данной площадке, значит, представлены все меры поддержки. Финансовые, субсидии, семинары, значит, обучающие программы. И вообще можно любому бизнесу, ну, представителю прийти в этот центр «Мой бизнес», рассказать, вот немножко о себе тезисно, много документов не надо представлять. И сотрудники центра «Мой бизнес» расскажут вот данному конкретному предпринимателю, какие существуют меры поддержки. Идеология центра «Мой бизнес» — это вот идея Минека. По стране к 2024 году таких будет 100 центров, но Ленинградская область мы уже в этом году открыли. И Санкт-Петербург, кстати, тоже на неделю позже после нас. И, значит, в Санкт-Петербурге тоже есть центр «Мой бизнес». И если тоже можно, Алексей, извините, про экспорт вы у меня спрашивали. На этой же площадке есть представители, но и отдельно создан центр поддержки экспорта. И не просто экспорта, но и малого бизнеса. Центр поддержки предприятий, малого бизнеса, которые как раз вот воспользовались в том числе экономической ситуацией. И здесь тоже по итогам 2019 года очень хорошие показатели. Прежде всего в количестве малого бизнеса, предприятий, которые решились, позволили себе, не испугались заключить экспортный контракт. И эта цифра уже более 300 предпринимателей. А много ли стран, с которыми мы в экспортных отношениях? Ну, вот здесь можно говорить много или мало. По моему мнению оценивать много. 136 стран, которые направляют. Да. Значит, первыми в списке этих стран стоят Нидерланды. Вот Финляндия. Ну, Финляндия, очевидно, потому что здесь очень близко. Значит, потом Китай, Соединенные Штаты, Дания. Ну, вот такая география, значит, экспортная этой самой. Интересно, наверное, вы мне зададите вопрос, а продукцию какую направляют предприниматели, да, Ленинградской области? Ну, вот крупный бизнес, крупный экспорт, он специализируется на, значит, продукции химической промышленности, на минеральной продукции. Это вот строительные товары, цемент, вот все, щебень. Вот. Малый бизнес, значит, это пиломатериалы. 80% в основном это пиломатериалы и мебель. Ну, наверное, тоже этому есть объяснение, потому что лес вот в нашем регионе есть. Вот. Потом на второй позиции, значит, стоит, как ни странно, пищевые продукты. Да, мы поставляем, представляете, Алексей, кофе, чай, значит, в списке. Все то, что так прекрасно растет на территории Ленинградской области, это я про кофе и про чай. Да, нет, конечно, но вот малый бизнес так сориентировался, вот в экономической ситуации, что нашел поставщиков сырья, эти продукты, о которых мы говорим, кофе и чай, конечно, здесь не производится, но упаковывается, маркируется, упаковывается и обратно за границу. То есть наши, на самом деле, молодцы, да? Мы всегда знаем пример китайцев, которые приезжают собирать наши ягоды в Ленинградскую область, потом нам же их и продают. А получается, что наши тоже смекалистые, да? Покупают чай? Да, сориентировались, да. Упаковывают, да. И вот туда и обратно направляют. Прекрасный пример. Совершенно верно. Ну и я продолжу перечислять те центры, которые мы открыли в 2019 году. Ну, отмечу еще раз, что за счет средств федерального и регионального бюджета, значит, это происходит. Так вот, к центру мой бизнес, центра экспорта, центр компетенции сельского хозяйства. Потому что в списке национального проектов такая стоит задача, она прям четко сформулирована, это поддержать совсем уже малый микробизнес в сфере, значит, сельского хозяйства. Это фермеры, значит, и сельскохозяйственные кооперативы. И программа предусматривает прям денежные средства в виде субсидий. Вот кооперативам, к сожалению, есть проблема. Не очень любят и не доверяют друг другу фермеры и, значит, не всегда готовы объединяться. А что такое сельскохозяйственный кооператив? Это объединение усилий мелкого производителя по сбыту, по реализации своей продукции. Так вот, специально есть программы, которые выделяют средства из регионального бюджета, из федерального бюджета. Есть проект до 70 миллионов рублей, предоставляют в виде гранта безвозмездной поддержки одному кооперативу, именно на поддержку такого фермерского хозяйства. Так вот, еще один центр, который мы открыли в 2019 году, это центр, значит, компетенций. Там предоставят услуги и агрономов, и растеневодов, вот там технологов, потому что далеко не каждый фермер может себе позволить содержать на заработную плату таких узких специалистов. А вот в центры компетенций по сельскому хозяйству можно прийти и проконсультироваться, вот прям получить профессиональную информацию. Отдельно по фермерам, ну, мы видим большое количество фермерских магазинов, да, и в том числе в Санкт-Петербурге. Понятно, что прошли те времена, когда мы могли думать о каких-то перебоях с молоком. Сейчас больше вопрос, наверное, в качестве, вопрос в цене продукции. Но я хочу спросить, насколько, учитывая, что у нас аграрный регион, насколько мы полностью используем сегодня фермерский потенциал? Есть куда расти? Или вот мы работаем на пределе возможностей? Какой грамотный вопрос, Алексей. Конечно же, есть куда расти, и, конечно же, потенциал очень еще большой. И, к сожалению, вынуждены сказать, что не все те люди, которые себя зарегистрировали в качестве фермеров, сегодня реально выдают товарную продукцию. И не все сегодня говорят о том, что у них есть четкие рынки сбыта. Фермеры заявляют о том, что мы же, вот мы готовы производить. Мы тратим время, усилия, у нас есть компетенция на то, чтобы изготовить эту продукцию, но мы не всегда успеваем ее продать. Хорошо, и мы продолжим сразу после рекламы. Незамедлительно продолжаем. Я хочу задать вопрос про социальные проекты. Все мы помним лозунг «Хлеба и зрелищ». С хлебом у нас все прекрасно, да и со зрелищами, по-моему, все здорово. И мы можем спокойно говорить о социальных проектах. Вот есть детские садики. Насколько активно в этой области развивается предпринимательство? Да, Алексей, вот традиционно ассоциируется с тем, что малый бизнес – это торговля, мелкое производство. Вот такой был раньше подход, и эти направления, эти отрасли доминировали. Но вот последние три года очень активно обсуждается о том, что, ну вот честно заявляет государство, я бы так к этому и отнеслась, что мы не справляемся, как и власти, со стопроцентным решением социальных проблем, социальных задач, которые перед нами стоят. Я имею в виду государственные предприятия, государственные учреждения, и о том, что есть такие сферы, это и соцзащита, и уход за детьми, за школьниками, предоставление услуг по образованию. Так вот, эти все сферы и направления, в которые нужно вовлекать бизнес. И для того, чтобы создавать конкурентную среду, как конкуренцию государству, и для того, чтобы у граждан был выбор, куда идти, в государственные учреждения за услугами или в частный бизнес. И вот в этой логике, значит, как раз-то в 2019 году, и это можно определить как итог года, издан федеральный закон, внесение изменений, да, в закон, в котором дал формулировку, что такое социальный предприниматель и какое предприятие является социальным предприятием. Ну и надо не только обозначить терминологию, кто это такой, а самое главное и программа поддержки, да, понимая, что это часть функций. Так вот, прежде всего, конечно же, это финансовая поддержка, и в Ленинградской области, мы даже не дожидаясь федерального закона этого, значит, в течение трех лет предоставляем субсидию социальным предпринимателям. Есть четкие перечисленные виды деятельности, ну, акведы, по которым мы компенсируем часть затрат до 70% вот данных социальных предпринимателей. Вот, туда, кстати, входят и не только детские сады, но и частные музеи, частные спортивные кружки, может быть, там, дома творчества, значит, ну, и услуги по социальной защите действительно тоже, значит, субсидируются. Но вот в 2019 году, и это итог года, о котором можно заявлять, новая мера поддержки, мы предоставляем субсидию частным детским садам. Раньше комитет по образованию предоставлял, а теперь в этом году еще и наш комитет малого бизнеса, потому что это как бы межотраслевое направление. Так вот, суть субсидии в том, что мы, как бы, родителям тех, кто водят в детские сады, детей компенсируем часть платы, и тогда детский сад берет на себя обязательство, что размер родительской платы не будет превышать 5000 рублей, а все остальное компенсирует государство. То есть, водят в частный детский сад, получают тот же стандарт услуг, за тот же стандарт услуг, что в муниципальном детском саду, при этом родительская плата только 5000 рублей, если раньше размер родительской платы был 25-27 тысяч рублей в среднем. Понятно, что этот процесс в основном в зонах агломерации, а попроще скажу, вокруг Санкт-Петербурга, то есть это Всеволожский район, где, к сожалению, пока не достает частных детских садов, ой, частных муниципальных детских садов недостаточно, мест недостаточно, поэтому, значит, очень это востребовано. И губернатор Александр Юрьевич очень благодарил малый бизнес за то, что он откликнулся на эту меру поддержки, а именно, если на начало 2019 года мы, значит, в этой программе участвовало всего детских садов на 600 мест детей, 10 садов, и там было 600 мест, то к концу года в два раза это уже 13 детских учреждений таких, детей уже 1300, а на следующий год уже нам подали заявку для того, чтобы компенсировать вот родительскую плату полторы тысячи. Родители получат вот эту компенсационную выплату. Ну, мне кажется, что все взаимосвязано. Чем больше детей, тем больше детских садов. И это ведь наши дети. Я знаю немало историй из прошлого, да, когда брали из двух детей, вот братик с сестренкой, мама приводит, а берут только одного, нет места. Да, да, совершенно верно. Да, но вот в этих районах густонаселенных, да, но мы же знаем, что Всеволожский район самый крупный район в Российской Федерации. И он растет. И он растет, да, там более 500 тысяч жителей уже. Вот, поэтому, конечно, не успевают строить детские сады, государственные, муниципальные. Поэтому же зовут помощь, бизнесы. Вот именно этот бизнес называется социальным. Еще социальным бизнесом является тот, кто предоставляет рабочие места для инвалидов, для лиц с ограниченными возможностями. И здесь у нас тоже есть отдельное направление. Комитет по труду дает до 500 тысяч рублей на создание рабочего места для инвалидов. Мы, когда, значит, как комитет предоставляем субсидии, это такое вот отдельное направление малому бизнесу, в качестве баллов дополнительных, а субсидии мы даем по конкурсу, да, приходят предприниматели, подают заявки, и мы выбираем из них, начисляя баллы, кому дать больше субсидию, да, поддерживая там отрасль и направление. Так вот, в списке баллов есть и пункт о количестве созданных мест для инвалидов. То есть это не только получается богоугодное дело, но еще и выгодное для предпринимателей. Да, да, во всяком случае компенсацию предприниматель однозначно получает. А то, что богоугодное с точки зрения того, что есть возможность вовлекать в общество инвалидов, да, которые ограничены, здесь для них не всегда, кстати, и деньги, хотя это тоже очень важно, вопрос заработной платы. Но, значит, участвовать в общественном производстве, ходить на работу, быть в рабочей среде для инвалидов, это тоже очень большой фактор. Ну и надо сказать, что современное общество в том числе можно оценивать по тому, как оно относится к людям с ограниченными возможностями. Да, и какие условия создает для этого, да, совершенно верно. Теперь хотел бы спросить про технологии. Мы всегда были богатые на идеи. Мы придумали Тетрис, мы первыми полетели в космос. Каковы здесь успехи у малого бизнеса? Понятно, что можно торговать молоком, можно открывать частные детские садики, но можно у себя на заднем дворе марсоход собирать. Кто-то это делает. Да, вот вводится такой термин, инновационное предпринимательство, хотя тоже такое расплывчатое. И среди тех центров, о которых я перечисляла, открытых в 2019 году, есть инжиниринговый центр, такое вот сложное название, связано оно с тем, что мы субсидируем, отдельно поддерживаем те предприятия малого бизнеса, которые внедряют новую технологию. И опять же, по, значит, компетенции специалистов нашего инжинирингового центра не всегда достаточно, потому что здесь нужно специализироваться на разных отраслях. Поэтому здесь принцип аутсорсинга, да, то есть мы обращаемся уже к профессионалам и нанимаем специалистов конкретной, конкретной отрасли, вот данному предпринимателю, который к нам обратился, для того, чтобы, значит, заказать программу переоснащения предприятия, использования новых технологий. Кстати, вот сегодня у меня в кабинете был разговор, обратилась сельскохозяйственный кооператив с просьбой поддержать их идею, их проект по созданию, значит, упаковки, экологической упаковки из крахмала, вот, а не из полиэтилена. Им как раз нужна технология, и они просили возможность оплатить, если из бюджета такая возможность, вот как раз-то за разработку методики, технологии. На это тоже есть у нас средства. Здесь есть тоже нормальная, хорошая такая программа. Поэтому, конечно же, те предприниматели, у которых есть идеи, инновации, вот надо обратить внимание, что собственники, вот предприниматели, не всегда отдают себе отчет, что они уинноваторы, да, вроде как очевидные вещи. Так вот, пусть к нам предприниматели приходят, мы им расскажем, инновация это или не инновация, и если это все-таки что-то новое, во всяком случае для нашего региона, мы однозначно... Ну, тендер на разработку упаковки из крахмала мы только что объявили, я хочу заглянуть в будущий год. Я знаю, что грядет достаточно большое количество изменений, и в частности Ленинградская область вошла в эксперимент по установлению специального налогового режима, налог на профессиональный доход. Расскажите. Налог на профессиональный доход, он есть и сегодня действует, да, но там очень-очень ограниченное количество профессий, которыми можно, значит, использовать этот налог. Что хочу рассказать, что вот этот механизм, сленг такой, его нет официально, но, значит, профессионалы, и Минэк, и Минфин используют, это, значит, людей, которые пользуются этим налогом, их называют самозанятыми. Так вот, здесь такой подход, что самозанятые с точки зрения предпринимательства, это вот как в детском саду, это первый такой шаг, когда ты еще не предприниматель, то есть это не регистрация официальной своей предпринимательской деятельности, но это легализация доходов. Вот те люди, которые получают доход, и, значит, но боятся вот процедур сложных регистраций, боятся сложной ответственности за этот самый, но при этом все равно вот совесть, значит, она так не дает покоя, что... А еще хочется пенсию увидеть. Что я доход-то получаю, а налоги не плачу, так вот для таких людей и придумали, значит, ну, честно говоря, не придумали, а взяли из других стран, такой механизм уже давно существует в мире. Так вот, в чем суть? Первое, что просто, зарегистрироваться самозанятым очень легко. Не надо никуда ходить, если есть смартфон, себя сфотографировал, паспорт сфотографировал, нажал кнопку, ушло на ресурс, мой налог, такой есть ресурс. Значит, он уже работает в тех четырех пилотных региональных регионах, Москва, Московская область, Татарстан и Калуга, которые были в 2019 году. Так вот, даже если нет смартфона или не получается, можно в банк обратиться, Сбербанк очень быстро и легко регистрирует в качестве самозанятых. Все, зарегистрировался самозанятым, больше никаких отчетов, никуда ходить не надо. Первое, это легко. Второе, это дешево. То есть налог, размер налога, самый-самый маленький, вот в этом самом, 4%, если человек получает доходы, оказывая услуги другому человеку. Это 4%. Если вот этот самозанятый человек предоставляет услуги юридическому лицу, то тогда 6%, чуть больше, но все равно, даже с 13% НДФЛ, которые платят все работающие люди, мы с вами платим 13% с нашего дохода. 4% конечно же, это очень льготная стоимость. Ну и очень легко отчитываться тоже, не надо никаких бумаг направлять, в этой же системе мой налог, просто вводишь сумму средств, которые получил, ну и тебе дают расчет. У нас осталось с вами еще такое количество тем, что я рискну предположить, что наша с вами встреча в этой студии в будущем году абсолютно неизбежна к моему огромному удовольствию. Спасибо с наступающим праздником. Спасибо большое. С наступающими праздниками. Алексей, можно мы тоже поздравим предпринимателей с наступающим праздником? Только коротко. И однозначно пожелаем им благоденствия, успехов и новых проектов. А комитет по маловому бизнесу и целая структура центров, которые под нами, мы приложим все усилия, чтобы оказать им в этом содействие. Спасибо большое. Бизнесмены я пойду, пусть меня научат. Я благодарю за беседу в студии 1. Мы подводили итоги года вместе с председателем комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светланы Нерушай. Меня зовут Алексей Меньшов. Не прощаюсь. Через несколько часов в этой студии обсудим символ наступающего года и узнаем, как разводить крыс, ухаживать за ними, а еще расскажем про талисман телеканала ЛЕН-ТВ 24. Увидимся. Продолжение следует...